Что связывает город морской славы Санкт-Петербург и Чувашию? Это, конечно же, наш земляк, видный ученый Алексей Крылов. Его имя носит Российское научно-техническое общество судостроителей, которое отмечает 150-летие со дня основания. Вклад НТО в развитие отечественного кораблестроения огромен. Итоги перспективы развития отрасли ведущие корабелы обсудили на торжественном пленуме Центрального правления. Пленум судостроителей – прекрасная возможность обсудить положение дел и выработать совместный план действий. Сегодня это также актуально, как и в далеком 1866 году, когда техническое общество было основано. После Крымской войны Россия оказалась беззащитной на море. Флот практически был уничтожен. В этот период объединились лучшие умы государства. Изначально в обществе высоко котировались морские инженеры и инженеры механики, дипломированные специалисты. Значит, это были специалисты, реально знающие флот, служащие на флоте или работающие на предприятиях государственных тогда, значит, строящих корабли и машины для кораблей. По этой причине вот эта общественная организация, как мы сейчас говорим, она оказалась еще и сугубо профессиональной. И члены общества высокого разряда имели реальное влияние на то, как стояли дела в кораблестроении и на флоте. Сегодня все предприятия судостроительной промышленности имеют в обществе своих представителей, либо являются его коллективными членами. В новейшей истории страны стоит та же задача – создание современного флота. Мы вспоминаем Крымскую войну 1953-1956 года, мы вспоминаем русско-японскую, мы вспоминаем революционные предприятия. Вот сегодня точно такой же этап. И вот в этом и заключается как бы цикличность. Понятно, что сегодня появляются новые молодые люди, появляется новая элита, в хорошем смысле слова, научно-техническая, для которой, прежде всего, честь страны, а не какие-то, может быть, и хорошие интересы, как побольше заработать, как побольше, так сказать, что-то получить от государства. Вот для нас крайне важно в молодежи воспитать именно такое направление. Судостроение всегда определяло национальную безопасность страны. По морю Россия граничит с более ста государствами. Надежная защита рубежей с океанских направлений, подчеркивали собравшиеся, приоритет государственной политики. За последние годы судостроителям удалось делать многое. Изменения произошли в техническом оснащении конструкторских бюро судостроительных заводов, в создании новых технологий и промышленного оборудования. Финансирование отрасли идет в полном объеме, в соответствии с программой военного кораблестроения до 2050 года, утвержденной президентом России. На сегодняшний день создаются корабли нового поколения. Те же ракетные крейсера стратегического назначения на сегодняшний день, наши замечательные БДРМы с комплексом «Синева» заменяются на подводные крейсера с атомными энергоустановками типа «Борей» и комплексами типа «Булават». Точно так же идет плановая замена надводных кораблей. На сегодняшний день корабли океанской зоны в определенной степени произошла задержка с их строительством, связанная с импортозамещением, с известной проблемой газовых турбин, поставляемых с Украины. В ближайшие годы, в 2017 году, планируется ввод газовых турбин отечественного производства, и в дальнейшем, безусловно, будут построены корабли для решения задач в дальней морской зоне и в океане. Научно-техническое общество всегда занималось поиском новых знаний и технологий в области судостроения. Сегодня особенно остро стоит вопрос импортозамещения. Это очень актуально в проведении ремонта кораблей иностранной постройки. У нас в составе флота нашего находится очень много кораблей и судов, построенных в свое время в Польше, Германии, Югославии и других странах Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи. Поэтому, естественно, насыщение этих судов было тоже оборудованием из этих стран. На сегодняшний день практически половину, так скажем, вспомогательные дизель-генераторы, котлы вспомогательные, насосы всех типов, арматура та или иная. Мы эти задачи уже решили. Сегодня перед нами стоят задачи решить еще ряд вопросов, которые наша промышленность может решать. Я надеюсь, что в ближайший год-два мы эти вопросы преодолеем, тем более, что Минпромторг очень активно этими вопросами занимается, чувашские предприятия занимаются этими вопросами. На сегодняшний момент активно развивается и военное кораблестроение, очень много идет на работах по гражданскому судостроению. Разрабатываем проекты модернизации всех верфей судостроительной промышленности. То есть сейчас разработаны концептуальные проекты многих верфей, поэтому я думаю, что в ближайшее время увидим много новых судов. Как подтверждение – спуск на воду дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Колпина» на Адмиралтейских верфях. Субтитры создавал DimaTorzok «Колпина» завершила серию кораблей с именами городов воинской славы, построенных для Черноморского флота. «Колпина» говорят, что у каждого корабля свой характер. Я уверен, что у этой подводной лодки будет настоящий боевой характер, потому что она возит имя города воинской славы «Колпина». На вооружении лодки находятся торпеды, мины и крылатые ракеты. Но самое главное достоинство – малошумность. За скрытность корабли этого проекта называют черными дырами. Всего для Черноморского флота ВМФ России на Адмиралтейских верфях было построено шесть таких дизель-электрических подводных лодок. Это ударный ракетный комплекс, который продемонстрировал свои возможности. Это существенно увеличенные поисковые возможности противолодочных и противонадводных кораблей. Это многие те новшества, которые внесены в эту серию. И главным командованием военно-морского флота принято решение о строительстве аналогичной серии для Тихоокеанского флота. В свое время Алексей Крылов внес весомый вклад в развитие России как могучей морской державы. Он дал новое понимание того, что такое строительная механика корабля, вибрации судов и их боевое оснащение. Именно Крылов изобрел гидрокомпас, разработал теорию качки судов. И до сих пор на некоторых его трудах стоит гриф совершенно секретно. Исследования Крылова и в наши дни не потеряли своей актуальности. Те идеи, которые были заложены, и сегодня, когда говорят, что мы взяли от Крылова, мы взяли все. Сегодня у нас самые, на наш взгляд, лучшие корпуса подводных лодок. Это он в числе был как руководитель испытательного бассейна вместе с профессором Бубновым. Это хорошие обводы боевых кораблей, это тоже от него будем говорить. Это новый подход к конструкционным материалам, вот когда он был председателем в этих направлениях. Мы помним, и я аккуратно перечитываю, когда идешь к большому начальству что-то просить, как он делал пояснительную записку для морского министра Григоровича, как надо дать деньги. Все с ужасом думали, что записка провалится. Он подавляющим большинством получил 502 знаменитых миллиона золотом для строительства новых заводов. И во многом благодаря Алексею Николаевичу Крылову вот та дискуссия, которая была развернута в 20-е годы, в начале 20-х годов прошлого столетия, какой флот нужен России, как раз благодаря достаточно жесткой оценке Алексея Николаевича Крылова, оценке тех кораблей, которые он делал. Помните, как он называл корабли участники первой русско-японской войны? Он называл некоторые корабли, корабли, извините за выражение, ублюдки. Конечно, Алексей Николаевич Крылов, когда участвовал вместе с Бубновым в разработке первых отечественных линкоров, вот свою идею будущего флота, именно сбалансированного флота, который в первую очередь должен включать в себя крупные корабли, я с полной ответственностью могу связать с именем и заслугой Алексея Николаевича Крылова. Члены научно-технического общества судостроителей регулярно бывают в Чувашии на традиционных крыловских мероприятиях, которые проходят в Чебоксарах и на малой родине ученого селе Крылова-Парецкого района. Ну что касается Чувашии, понимаете, вот каждое посещение это как отчет. Вот мы в поездке к вам готовимся как отчет о своей проделанной работе. Вот я каждый раз, если появляется возможность выступить где-то в музее или в вашем политехническом университете, наоборот, хочу рассказать то, что делается новой в науке. И особенно понравились люди Чебоксар, люди. Вот даже начиная со станции, мы ехали на автобусе, видим ухоженные поля, пасется скот, это как на гравюрах. Чего не увидишь на северо-западе, заброшено много деревень, все. На заводах порядок, в городе чистота. Поэтому вот наш этот памятник только украсил город, и я думаю, все молодожожники там. Борис Аронович – член комиссии конкурса «Молодой кораблестроитель-инженер года», который провели к 150-летию общества. Премию и медаль получил представитель Чебоксарского электроаппаратного завода Павел Егоров. Ученые отмечают, подготовка молодых кадров – одна из главных проблем отечественного судостроения. И наряду со строительством флота должна создаваться база материального обслуживания новых кораблей и обучения квалифицированных кадров. Я всегда гордился Алексеем Николаевичем не только как научным работником, академиком, и прежде всего как инженером. И на его примере мы будем пропагандировать специальности инженерного профиля. И с тем, чтобы школьники, выпускники записывались на единый государственный экзамен 80% на физику. Мы раскидываем своих детей, учеников тоже на морских традициях. Я не знаю, они заложены на традиции Алексея Николаевича и так далее. Я вам просто хочу сказать, что из 11 контр-адмиралов Чувашской республики, вот выходит, так далее, 4 выходцы из Советского района. Делегаты из Чувашии прошлись по Крыловске местам Санкт-Петербурга. Первым делом решили посмотреть в мемориальный кабинет ученого Военно-морской академии, где все постарались сохранить так, как было при нем. По заказу Крыловского государственного научного центра к юбилею академика переиздана его книга «Мои воспоминания». Мы уже непосредственно принимали участие, делились фотоматериалами, вот в частности обложку со мной обсуждали, потому что я давала это. Ну, это один из самых моих любимых карандашных рисунков Алексея Николаевича. Книга «Воспоминания» Алексея Николаевича Крылова, она у каждого судостроителя должна быть настольной, поэтому мы ее изучаем, читаем. Ну и новое издание книги, надо отметить, огромный вклад Крыловского института, что они собрались и профинансировали это издание, и это, конечно, издание просто блестящее. Интересная экспозиция ждала представителей нашей республики в музее предприятия «Адмиралтейские верфи», история которого насчитывает 300 лет. Самая уникальная в музее – это атмосфера, потому что, когда сюда приходишь, ты видишь всю историю кораблестроения российского, начиная от Петровской галеры, заканчивая современными атомоходами, которые до сих пор превосходят по своим техническим характеристикам, мировые аналоги. Действительно, здесь испытываешь большую гордость за российский флот, за нашу страну, а главное – за людей, которые строят, создают, проектируют эти корабли и суда. Алексей Крылов – человек эпоха, своими достижениями доказавший, что провинция и столица – понятия довольно условные. Звезду такой величины дала миру Чувашия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова